Пишет в живом журнале о царствовании императора Николая II. Ищет следы эпохи в Царском селе. Улыбаясь, называет себя дилетантом-исследователем. Мария Калинка, журналист телеканала 100 ТВ. Родилась и живет в Царском селе. Много пишет и снимает о своем районе. Познакомились в интернете. Решили вместе путешествовать по Царскому селу. В поисках еще оставшихся построек с начала 20 века. Фёдор, привет! Почему встреча на Витебском вокзале? Привет, Маша! Это сейчас он в Витебске, а 100 лет тому назад он назывался Царскосельский. То есть в самом начале российской железнодорожной истории. Но ведь здание построено в начале 20 века. И тем не менее это самый старый вокзал в России. Так что начало нашего дилетантского путешествия вполне логично. Туда поехали? К началу 20 века у Николая Второго уже была собственная железная дорога в направлении Гарчины. Решено было освоить и южное направление, и ветку протянули до самого Петербурга. Этот участок железной дороги назвали Третий путь. Или Императорский. Заплатили за проект по тем временам колоссальную сумму. Больше 4 миллионов рублей. За эти деньги у императора, кроме самого пути, появился и личный павильон в Петербурге. Вот он, видишь, над входом императорская корона. Царский павильон в стиле модерн построили по проекту архитектора Бржзовского. Как и весь Витебский вокзал. Здание возвели из Валаамского розового гранита в 1902 году. Внутри павильон вполне соответствует своему назначению. Настоящий дворец для великокняжеской семьи. Рельсы императорского пути были как раз на этом месте. Сейчас от этой платформы отходят обычные электрички. И больше половины расстояния от доцарского тела императорский поезд мчался параллельно простой железной дороге. Императорская ветка железной дороги – это одноколейный путь с длиной почти 22 версты. В то время это был единственный путь, способный выдержать тяжелые императорские поезда на больших скоростях. Движение других составов, кроме императорских, по третьему пути было запрещено. На всем протяжении стояли солдаты железнодорожного батальона. Железная дорога, как и сейчас, буквально обшарила на земле по высокой прочной насыпи. Над реками и каналами поезда прилетали по надежным скальным мостам. Тот, по которому мы едем сейчас, над обводным каналом, исторический. Следующий за ним через Боровую улицу. Оба моста до сих пор служат по назначению. В электричке мы доедем до современной станции Шушары. И дальше отправимся пешком. Потому что в прежнее время, дойдя до 16 версты, императорский путь отворачивал вправо в поля к деревне Большой Кузнино. На карте третий путь выглядит как леска с крючком, на которой попалось Тарское село. И, кстати, если внимательно присмотреться, возникает ощущение, что строили дорогу сразу с двух сторон. Те, что строили от Петербурга, в месте ответвления от основных путей взяли не тот угол. Из-за ошибки оба участка не смогли соединить по прямой. Современная автомобильная дорога в Шушарах только частично повторяет императорскую ветку. Через пару километров машина уходит справа к Пуковскому шоссе. Чтобы увидеть один из мостов, разрушенный почти до основания, мы свернем влево в поле и пройдем пешком. Причем довольно далеко. Третий путь проходил там, где сейчас еще остались немногочисленные огороды. До этой земли еще не дошла цивилизация. Но и время не дало шансов сохраниться насыпи в первозданном виде. Землю и камни растащили на свои участки огородники. Гранитные блоки и пузовский туф исполняют сейчас совсем не железнодорожные функции. В этой руине и есть остатки опоры небольшого моста царской железной дороги. Мне кажется, этот памятник императорскому пути уже заживает свои последние дни. Да, это так. Но и сегодня здесь можно сделать небольшие открытия. Например, вот этот вот костыль, которым крепились рельсы к шпалам. Во время строительства императорского пути рабочие с одной стороны учитывали рельеф местности, а с другой частные владения жителей деревни. Насыпь прошла по самой границе участков. У Кузьминского ручья в начале века было небольшое кладбище. Сейчас оно стало гораздо больше, и один из железнодорожных мостов оказался на самой границе. Сейчас русло заросло деревьями, но каждую весну Кузьминка разливается и превращается в полноводную реку. Сегодня эти опоры лучшие по сохранности в пределах Старского села. На северной опоре лучше всего сохранилась боковая облицовка. А на южной видно, как именно она крепилась. Мне кажется, они очень тяжелые, килограммов по 300 каждый. Конструкция опор для моста – интересное инженерное решение. Некоторые гранитные блоки углублены в туф один над другим, как бревна. На их квадратной верхушке укладывались другие поперечные блоки. Такое каменное переплетение удерживает само себя и укрепляет строение в целом. Что лет тому назад здесь проходила северная объездная дорога, которая использовалась в основном в хозяйственных целях. Значит, она шла вокруг Царского села, вдоль деревни Большой Кузьмина и пересекалась в Петербургском шоссе. Да, а добраться от Кузьминского кладбища до Царского села можно было на извозчике. Поездка стоила примерно 60 копеек. Император, конечно, услугами извозчиков не пользовался. У него был личный конный экипаж. И не один. Каждый день Николай с семьей гулял в коляске по окрестностям Царского села. Большинство жителей деревни Кузьмина занимались извозом. Это сложилось исторически. Многие были обеспечены землей и торговали в Царском селе. Кроме того, в Кузьмина сдавали петербуржцам летние дачи. Интересно, что в этой деревне жили потомки тех, кого вызвал еще Петр Великий для строительства первого дворца. Так что можно сказать, что руками кузьмичей строилось все Царское село. Египетские ворота, несмотря на иероглифы, раньше назывались Кузненскими. Дело в том, что здесь заканчивалась деревня и там начинался город. Кстати, ворота были действующие, шоссе проходило прямо под ними. В этом месте железная дорога совершала крутой изгиб. И шла к императорскому павильону под самыми окнами Царского конгоя. Ничего не напоминает о железной дороге? Не скажи. Насыпь, по которой шел императорский путь, была невысокой. В советское время ее не срыли. Сегодня это аллейка университетского сквера. Железная дорога пересекала шоссе, но здесь нет никакого моста или его уничтожили? Его и не должно было быть. Это был совершенно обыкновенный железнодорожный переезд на одном уровне. Шлагбаум видно на уникальной фотографии 1939 года. За две недели до начала Второй мировой войны над городом Пушкин на высоте 7 километров кружил германский самолет-разведчик. После возвращения эти фотографии пошли в дело. И только 70 лет спустя они оказались во всемирной паутине. Здесь облик города практически идентичен картам царского времени. Ведь прошло всего 22 года после империи. Третий путь пересекал шоссе в 10 шагах от ворот. И тут же начинал карабкаться на довольно высокую насыпь. Через три сотни шагов насыпь подводила императорский путь к мосту. Между его опор проходила маленькая улица Песочная. В советское время мост превратили в ворота, за которыми начиналось садоводство. А сейчас здесь идет стройка многоэтажного дома. Несмотря на метаморфозы, часть насыпи сохранилась и сегодня. Именно по ней сто лет назад дорога уносилась вдаль. Здесь мы ненадолго остановимся. Этот район пушкинцы называют Тындой. А здесь можно увидеть сегодня все, что угодно, но только не императорский мост. Сложно себе представить здесь насыпь и железную дорогу. Видимо, рабочие, когда строили этот район, постарались на славу. И бульдозеры не оставили от третьего пути следа. Остался этот безымянный ручей. Но неужели через него был мост? Да. Сегодня этот ручей выныривает через сотни метров после Ленинградской улицы. И снова скрывается под землей в двух сотнях метрах позади. Третий путь, пересекая Цинду, вырывается на простор. Сейчас вместо простора еще один жилой район и буферный парк. Вместо объездной дороги – Детско-сельский бульвар. Его уже в советское время сместили на 50 метров южнее. Это северная граница города. Меня всегда удивляло. Советские проектировщики буферного парка снесли нас и подчистую. Хотя высотой она была метров шесть. А опоры оставили. Зато теперь в царском селе есть уникальный памятник сфереализма. Настоящий пушкинский Сомхендж. Это, наверное, самый необычный район в царском селе. Интераторскую резиденцию устроили как город европейских стандартов. Поэтому русский стиль здесь выглядит как реверанс в сторону русской истории. Федоровский городок – памяти последнему императору Николаю II. Русская душа царя-мученика стремилась к истокам. Хотелось иметь хотя бы небольшой уголок, собственно, Руси в имперском Петербурге. Это так называемый неорусский стиль. Об устройстве нового храма попросили солдаты и офицеры императорской охраны. Их величеством идея пришлась по вкусу. Я их понимаю, Екатеринский собор многолюдный, Софийской слишком далеко, это неудобно. Да, и с этого момента Александра Федоровна и Николай начали бы удушевленно готовиться к стройке. Царь сам отмерил шагами место будущего собора неподалеку от Александровского дворца и казарм конвоя. И в августе 1909 года лично положил первый камень в основание. Постройка получилась менее строгая, чем Московский Благовещенский собор и похожая на некоторые Псково-Новгородские церкви. В полковом храме каждого будущего солдата благословляли на верную службу императору. В молитвах и таинствах воины искали благодатные силы. И часто рядом с ними на богослужениях стояла и императорская семья. Вот что вспоминает Татьяна Мельник, дочь лейб-медика Боткина. Я никогда не забуду этого впечатления, которое меня охватило под сводами церкви. Молчаливые стройные ряды солдат, темные лики святых на почерневших иконах, слабое мерцание немногих лампад и чистые нежные профили великих княжон в белых косынках наполняли душу умилением. Если идти вдоль Федоровского городка, мимо Ковшового пруда, то не доходя до фермской дороги, можно увидеть странную, достаточно религиозного вида постройку. Она настолько слилась с пейзажем, что многие просто ее не замечают. Ну а те, кто все-таки замечают, считают, что это либо что-то церковное, либо что-то связанное с Григорием Распутиным. Версия моей мамы была как раз распутинская. Она рассказывала, что старец был похоронен где-то неподалеку, а его поклонницы ставили в эту нишу свечки. Моя мама была партийной, но по вечерам слушала голос Америки и запрещала мне рассказывать об этом сооружении и о связи его с Распутиным. Я молчал, но наслаждался тем, что посреди советской действительности стояла вот такая антисоветская тайна. Высота чуть меньше трех метров. Ширина в основании около метра двадцати. В проеме сохранилась металлическая перекладина с отверстием посередине. Толщина примерно сорок сантиметров. В трехстах метрах с одной стороны находится Александровский дворец, с другой пруд и восстановленный Федоровский собор. Понять, что это такое действительно трудно. Но это уж точно не алтарь. Но ведь если сюда поставить свечку, это получается часовня. А если к той перекладине подвесить колокол, то это будет маленькая звонница, и ее звон мог вполне приглашать императора к службе. Но вряд ли этот колокол мог бы соперничать с созвонницей Федоровского собора, который совсем рядом. Да и как-то нехорошо вызывать императора Рындой. Можно фантазировать сколько угодно, но отгадка этой истории совершенно неожиданная. В альбоме подруги императрицы Анны Вырубовой на 42-й странице сразу несколько фотографий, сделанных недалеко от Федоровского собора. Судя по надписи от руки, все снимки датируются зимой 1913 года. Среди изображений собора есть и очень похожая на нашу конструкция. Фотография сделана в солнечный зимний день между часом и тремя пополудни, судя по направлению теней. Фотограф стоял примерно в 4 метрах. Далеко позади виден Федоровский собор. На кирпичной конструкции крыша и дождевой козырек. И самое главное, в проеме виден фонарь. Глубоко верующий Николай II вкладывал в Федоровский собор и окружающие постройки политический и религиозный смысл. Частично финансировал проекты из личных средств, а потому вдохновлял все архитектурные решения. Значит, фонарь задумывался при его участии и действительно был важен для Федоровского ансамбля. Это, конечно, фонарь современный, но давай попробуем понять, почему он висел именно здесь. Интересно, он был электрический? Честно говоря, не думаю. Видишь, в вкладке нет ни отверстий, ни металлических трубок, куда мог быть уложен электрический провод. Скорее всего, там просто стояла толстая свеча с фитилем. Какой-то огонек получается, он не может осветить пустынную часть парка. Я думаю, что его задача не освещать часть парка, а служить своеобразным маяком, который виден бы был из Федоровского собора, либо даже из окон Александровского дворца. Его служил маяком, путеводной звездой для императора, дорогой к храму. Если соединить царское крыльцо Федоровского собора с фонарем Максимова, воображаемой прямой, а затем продолжить ее до Александровского дворца, то линия приводит точно в центр большой клумбы. Это место, скорее всего, было выбрано архитектором как вобщее точка золотых сечений всех панорам, видимых из окон с северной стороны дворца. Делать иначе, догадку проверить непросто. Давай все-таки попробуем, ведь объект совсем недалеко друг от друга. Хорошо, я пойду к дворцу, ты оставайся здесь. Сколько дотуда метров? 318. Все, я считаю. Один, два. Позвони, когда будешь на месте. Федор, зажигай. Хорошо, готово. Ну вот если на один шаг отойти, то вижу. Вижу, я иду на огонек. За сто лет деревья в парке разрослись, и из-за листвы мерцающий огонек стало хуже видно. Ну что, по-моему, все очевидно. И есть еще один аргумент в пользу того, что это именно фонарь. Дело в том, что на постройке Федоровского собора вместе с архитектором Покровским работал Владимир Максимов. С 12 по 17 годы Максимов служил в церкви как зодчий и участвовал в сооружении зданий Федоровского ансамбля. Именно в это время ему и заказали построить фонарь в виде звонницы. Фотографии из романовского альбома – лишнее доказательство. Именно этот фонарь заказали Максимову. В общем, для этой местности не о русском стиле. Справа от Александровского дворца вдоль аллеи тянется детский пруд. Император часто гулял среди раскидистых дубов со своими детьми. Кстати, говорят, что посажены эти деревья из желудей, взятых на могиле Абрахама Линкольна в Америке. Екатерина Второй их преподнес американский посол за политику военного нейтралитета России относительно восставших британских колоний. Остров посередине тоже детский. Его полностью отдали детям еще при Николае Первом. Кстати, есть легенда, что именно этот остров послужил для Пушкина прообразом острова Буяна. Поэт жил здесь совсем недалеко. Дети Николая Второго и Александры Федоровны росли спортивными и очень подвижными. Долгие прогулки пешком или верхом, велосипеды, подвижные игры, летом катались на лодках. Император любил и сам сидеть на веслах. Подплывали всегда к мысу Доброго Саши. Каменный утес или бастион так назвали в честь Александра Второго. На этот маленький островок цивилизации императоры переносили все свои идеи большой страны. Например, к этой пристани уже в конце 19-го века были проложены игрушечные рельсы. Сделаны тоннели, мосты и шлагбаумы железной дороги. Дети остров любили. Сами наводили на нем порядок и не забывали прополоть ландыши возле обелисков любимым, милым сердцу животным. День кусты на острове просто густые, а летом становятся буквально непроходимыми. И мало что можно разглядеть с большой земли. Во всяком случае, эти пирамиды точно не увидеть. Они стоят ровной трапецией. Это обелиски над могилами собак Николая Второго. У них немного разный камень и видны следы мелкого ремонта. И на каждой высечены имена любимых собак императорской семьи. Царских любимцев хоронили с почестями еще со времен Екатерины. Например, большая пирамида у турецкой бани в Екатерининском парке установлена в честь ее собачек. А у Гатчинского дворца Александр Третий поставил обелиск своей лайки Камчатки. Окончилась императорская традиция именно здесь, на детском острове. Любовь к острову перешла к внукам и правнукам Александра Второго. Остров был для них любимым и посещаемым местом. Именно поэтому в 1895 году Николай Второй похоронил здесь своего любимого первого пса, ворона. Ворон получил свое имя, скорее всего, из-за темного окраса. 1895, 27 сентября, среда. Только что встал. Люди принесли мне грустную весть о том, что бедный ворон сегодня околел от воспаления легких. Потеря моей верной собаки, которая прожила всего 6 лет у меня, совсем расстроила меня на целый день. Он всего неделю был болен. Я приказал его зарыть на детском острове. Иман Колли, очень похожий на ворона. Он появился у Николая спустя всего несколько месяцев. Безусловно, император очень сильно привязался к собаке, столь напоминавшей ему любимого пса. 1895, 7 декабря, четверг. Утром погулял с новым моим псом, которого я думаю назвать Иман. Шилка, по воспоминаниям Николая, жена Имана, тоже Колли. Кстати, корни этих имен надо искать на Дальнем Востоке. Николай II всеми мыслями был у Тихого океана, куда в его время расширялась Российская империя. Амур и Уссурии, эти реки стали для него архетипами России на Дальнем Востоке, а их притоки, Иман и Шилка, именами любимых собак. 1896, 16 декабря, понедельник. Сделал большую прогулку один, с тремя собаками. Шилка отлично следует. А Эра, или как ее называли на европейский манер Эйра, любимый терьер императрицы Александры Федоровны. Возможно, это имя всего лишь валийский вариант жучки. Собака была по одной версии английским терьером, по другой шотланд. Из воспоминаний Анны Вырубовой. У государыни был маленький английский терьер Эйра. Я ее не любила, так как она имела обыкновение бросаться неожиданно из-под кресла и лягушетки. Остров хранит в себе еще немало тайн. Например, с берега не видно вот эту плиту. Это основание для бюста Василию Жуковскому, одному из учителей Доброго Саши. Сейчас памятник находится в Камероновой галерее. А вот бюст военного воспитателя Карла Мердера после Октябрьского переворота исчез совсем. Он тоже стоял рядом с домиком, и от него осталось только плита. Еще в начале 20 века памятник встречал императорских детей перед входом в маленький домик. Генерал-адъютант Мердер и поэт Жуковский для всех поколений царской семьи остались символами гармоничного воспитания души и тела. Остров сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Исчезли памятники и переправа. По ней тоже можно было добраться до Большой Земли. Миниатюрный плод тянули с помощью каната солдаты. Теперь от этой переправы остались только гранитные столбики. И тем не менее они помогут нам перебраться на ту сторону. И как же работала эта переправа? Сто лет тому назад на этом месте был устроен маленький нарядный паромчик. И царские дети самостоятельно перебирались с одного берега на другой и играли на Одесском острове без участия взрослых. Сегодня здесь не самый проникательный пейзаж, а точнее самое банальное. Заброшенное поле и чуть стороне у дороги большой магазин. А Витресанский дворец и Федоровский государьев собор совсем рядом. Вот за этими деревьями. Сложись, история России иначе, эта местность выглядела бы по-другому, ведь Николай II мечтал одеть этот район в неорусский стиль Федоровского городка. И все постройки задумывались как военно-духовно-медицинские. Так диктовали пристрастия Николая и нужды Великой войны. Ну вообще сложно представить себе здесь и лазареты, и институт, и храм, и казармы. Архитектор Данини весной 1916 года размечал эту территорию для стройки Серафимовского убежища. На черновом наброске вблизи Ламского пруда видно замысловатый контур лазарета. Строить его так и не начали. Он остался только на бумаге. Федор, а где стояла больница? Судя по схеме, вот здесь. Маша, ты иди к предполагаемому месту, а я буду сравнять с планом. Давай. Под лазарет пошла земля, принадлежавшая Анне Вырубовой. Этот участок она получила от дворцового управления по ходатайству императрицы. Сюда женщины планировали перевезти лазарет с улицы Малой. В апреле 1915 года в царском селе последней императорской семье подчинялись 39 лазаретов, в которых проходили лечения почти 2000 человек. Все важные вопросы решала сама императрица Александра Федоровна. Вместе с ней трудились ее старшие дочери. Великие княжны помогали раненым на прогулках, делали перевязки, ассистировали на операциях, шили подушки для повязок, вязали носки для солдат, крутили бинты и чистили инструменты. Маша, если ты сделаешь несколько шагов в сторону, ты будешь прямо перед лазаретом. Получается, что вход в лазарет был именно здесь. Федор, переходим к месту храма преподобного Серафима Саровского. Да, Маша, встречаемся там. Деревянный храм строился Анной Вырубовой в памяти избавления ее от смерти и прекрушения поезда в 1915 году. Вырубова была другом Григория Распутина. Именно поэтому в декабре 16-го в ее недостроенном храме был похоронен убитый старец. Великая княжна Ольга записала в своем дневнике. В 9 часов мы и папа, и мама поехали к месту Аниной постройки, где была отслужена Лития и похоронен отец Григорий в левой стороне будущей церкви. Спасибо, Боже, Святый. О местонахождении храма, а точнее первой могилы Григория Распутина, идут серьезные споры. Наши исследования опровергают нынешнее место паломничества. Храм Серафима Саровского никогда не стоял на берегу Ламского пруда. Вырубово строила церковь за лесом на пригорке. За сто лет постройки исчезли, а вот рельеф не изменился. Сравнив свидетельства современников и нынешние источники, исследовав местность, я уверенно говорю, храм стоял именно здесь. Одновременно с лазаретным убежищем архитектор Данини проектировал институт экспериментальной хирургии в двух сотнях метров. Это было очень логично. Большая и долгая война дает толчок медицинской науке, поставляет массу материалов для хирургической практики. Ну вот если судить по этому эскизу, то мы уже дошли. Под институт хирургии дворцовое управление выдало казенный участок. Данини изобразил на восточном берегу Кузьминки большое здание, окруженное вспомогательными постройками. Изображение института экспериментальной хирургии нет ни в книгах, ни в архивах. И только на фотографии немецкого разведчика, сделанной с высоты 7 километров в 1939 году, явно читается силуэт здания. От фундамента, видимо, ничего не осталось. Здесь только трава, земля, кусты. Это только на первый взгляд. Если присмотреться, земля просто нашпигована обломками. Кирпич. Тяжелый, плотный и с монограммой. Такие делались только в царской России. Большевики отменили подобный брендинг. Получается, что кирпичи сюда принесли после того, как на поле стали делать посадки. Да, у меня нет сомнений, что институт экспериментальной хирургии располагался именно здесь. Чтобы идти к казармам, есть какой-то ориентир? Да, сейчас на их месте продуктовый магазин. Он занял почти всю территорию. Ну, давай хотя бы попробуем представить примерный масштаб постройки. На изначальном проекте архитектора Владимира Максимова огромный комплекс казарм 1-го железнодорожного полка выглядел простым и солидным. Не более. А может быть, в этом виновата небольшая смета. Со временем заказчик изменил масштаб проекта и в окончательной, высочайше одобренной редакции комплекс казарм царского железнодорожного полка превратился в настоящий городок. Городок задумывался огромным. 350 метров по Кузьминскому шоссе и 280 вдоль современного Академического проспекта. В центре предполагалась 30-метровая доминанта, колокольня. Рядом церковь, четыре башни. И все это должно было быть заключено в периметре превосходной стены. Казармы стояли прямо напротив царского вокзала, куда приходили императорские поезда. Новый царский вокзал построили архитектор Покровский и инженер Курилко. С обратной стороны к вокзалу примыкала длинная, около 100 метров, пассажирская платформа под полукруглым навесом и стеклянной стеной. На ней выстраивались войска для торжественных встреч гостей императорской семьи. Удивительно, но здание до сих пор сохранилось, правда, в не очень приглядном виде. За сто лет с вокзалом много чего случилось. После войны днем кирпичом заложили дыри от снарядов, а заодно и проемы каретных пандусов. Здесь было общежитие для рабочих путевого ремонтно-механического завода. Потом вокзал забросили, потом внесли в список федеральных памятников. Дали в аренду и вдруг выяснили, что арендатор не выполняет своих условий. Все это сказалось на павильоне не лучшим образом. Теперь он практически при смерти. Ну что, пора заканчивать наше дилетантское путешествие. Мы начали его на императорском вокзале в Санкт-Петербурге и закончили его на императорском же вокзале в Царском селе. Если честно, многое, что мы видели, расстраивает. Ведь то, что не находится под охраной государства, скорее всего, исчезнет, если не сегодня, а то в ближайшее время. Ну, могилы императорских собак, я думаю, сохранятся, потому что они на острове, и туда просто не заберешься. А вот фонарь Максимова без реставрации просто погибает. И что, неужели нет никакой надежды? Должна быть, иначе зачем все эти экскурсии и воспоминания? Ну тогда по домам, до следующей прогулки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова